МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Христос воскресе из мертвых смертью сметь поправ, Исущим во грабе живот даровав. Христос воскресе из мертвых смертью сметь поправ, Исущим во грабе живот даровав. Слава Вышне Богу и на земле мир в человеку благоволение. Слава Вышне Богу и на земле мир в человеку благоволение. Господи, у сне наши отверзящие и уста наши возвестят хвалу Твою. Благословен Бог, что всегда ныне дает вас. Упоминет вас Господь Бог во Царстве и Своем всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Благослови, Владыка, благослови на Царство Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 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 Победим. Аминь. Аминь. Захрани нас, Боже, Твоей благодатью. Аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... 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 Господи, Иисусе Христе Божий наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопльчат Твоих земли украинств и сущих. Избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролития, отврати належащие беды, лишенные кровы, введив домы, алчущие напитай, плачущие утеши, разделенные совокупи. Не остави стада свои от сродних своих во озлоблении сущих, умалитесь, но скорое примирение ко щедр даруй, о жесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей верным чадом я подашь, да единым сердцем и едиными усты прославим Тебя Господа и Спасителя нашего по веки веков. Песня о гласении Господи, Ви! Верни в гласениях помолимся, да Господь помилуй Ты! О, гласи Ты слов истины, Открыт Евангелие правды, Сынин в святей своей соборней и апостольской церкви, Спаси, помилуй, заступи, и сохрани, Боже, Твою благодатью. Углаши, иди главы Ваши, Господи, ими преклоните. Славят пресчастное великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и преснанное веки веков. Славят пресчастное великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ими преклоните. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь Тихона, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и пресной во веки веков, и всечестную игуменю Екатерину, ежего Христе, с братьями и сестрами, святые обители сия, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и пресной во веки веков. Великого Господина, Пса нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и Святого Троицкого, и Святого Троицкого и Церкви Лавы, священнический монашеский монстрит, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и пресной во веки веков, и всечестную игуменю Екатерину, священнический монстрит, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и пресной во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok И не клонны вере, благоволи подъять великую силу благодать Святаго Духа, и совершенно покажи раба Твоего во всех благоугождающих Тебе и достойно жительствующих, даровавшиеся Ему от Твоей предзнательные силы, великие сия священнические чести, яко Твоя держава, и Твоя из царства, и силы, и слава Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и принц, и во веки веков. Аминь. Боже, великий в силе и не следный в разуме, дивный в совете, бачу сынов человеческих, сам Господи, и сего, и Его же благоволил, и си, на присвитерские возыти степень, исполни, святаго Твоего Духа дара, да будет достоин предстоятель и порочной жертвы. Вествовать в Евангелие Царства Духа, священностwo истинном, приносить Тебе дары, исков, умные восстановления, и российские петли, яко Исей Средний повторов where she stresseded и медиквотива Бога из вас. Аминь. Аксиос. 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 Гристос последняя ночь. Исполни молитву нашу, Господи! 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Изрядно, о Пресвятей, Пречистей Преблагословений, Славней Владычице нашей Богородице и Пресно Деве Марии. Ибо не всех кусок, а надежды воскресения же жмется на дьяволный священность его, сердце, лиск, ики, 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 пресно памятной продолжкой Великой Вадима, ирия В堍аевна, ирия Васильевна, ирия Вапорта, ирия Вартийова, ирия Вапорта, ирия Вадима, ими всех, где на нами поминаем, упокойними, где-то пречосяет скотин в Западе. И еще молимте под приносит 50-й птиц. Правоправящий Слово 251-й птиц. И ямкость всех изменичных. И еще приносите 100-й птиц во вселенной. От святой соборной и апостольской церкви поижите в чистоте и чистой чисте в телескопе. А вы упроими в стране нашей, а по степле воинствия, даст им господинерное правление, да и при тишине их тихое и беспокойное премитосовье. Во всяком фоне чешки и тихо-честа. Светися, светися, Новый Иерусалиме, Слава Бога, Господь, Я на Тебе во Сибири, Победай в Вене, И веселись за сегодня, Ты же чистая, Чистая краснойся, Благодаря в Вене, И им не Нуитя, И все, и все, И все, и все. Вервых по мне, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твоей истинный. Вервых по мне, Господи, великого Господина, Ца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского Иоанна Руси и свято-троицкий Сергий Вилав, священный архимандрит, и гоже даруй святит Твоя Церковь в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твоей истинный. Великого Господина Иоанца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского Иоанна Руси, свято-троицкий Сергий Вилавр и священный архимандрит, Преосвященные архиепископы и епископы, приносящие святые дары сия, Господи, Богу нашему. О преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, и о всем священничествам, и иночествам тине, о богохранимой стране нашей, о властях воинства и народия, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих Сергеев, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим друждающихся и служащих, о исцелении девушек лежащих, о успении о слабе блаженной памяти и оставлении грехов всех преждеплотивших православных, о спасении людей предстоящих, и о их же кишло повышленных, из-за моря и вовсе и созащих, из-за моря и вовсе и созащих, И дашь нам единим и усты, единим сердцем Славить и воспевать Пречестное великолепое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно, и во веки веков Аминь Да будут милости великого Бога И спаса нашего Иисуса Христа Со всеми вами И садам твоим Все святые победы, шепаки, пакет, Господи, 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 Богу, Шпаки, Господи, 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 бейте환 drift, ПЕСНЯ 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 Благодатья и щедротами, и человеколюбием Единородного Сына Твоего, С Ним же благословен Яси, Со пресвятыми, благими, животворящим Твоим Духом, Ныне и пресно, и во веки веков. Благодать святая, святый! Благодать святая, святый! Благодать святая, святая, святая! Благодать святая, 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 святая! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 И все, что в земле происходит, то, что утомляет человека, то, что приносит болезнение сердцу человека, все это пройдет. И Господь дарует человеку терпеливому, который претерпит все до конца, безропотно, дарует наследие вечной блаженной жизни. Также в воскресенье Христово есть утверждение христианской любви. Любовь Христова показывает нам пример, как мы должны любить до самотрещения. Хотя наша природа грехолюбивая, наша природа эгоистичная, ищет выгоды для себя часто, что-то для себя больше, пользы какую-то ищет. А христианская любовь требует от нас самопожертвования. Мы ищем пользы для другого человека, потому что любовь не ищет своего. Мы всегда должны заботиться не только о своем спасении, но о духовной пользе, о спасении наших ближних. И забота родителей о детях, чтобы дети были христовыми детьми, чтобы они стали наследниками вечной жизни. Чтобы они вырастали добрыми, совестливыми, девушки росли скромными, мальчики росли мужественными и верными Христу. Также мы, все православные христиане, должны между собой иметь любовь, ибо это нам заповедал Христос. И это является доказательством того, что мы Христовы. Ибо Он Сам нам сказал, что если вы любите Меня, то будете иметь любовь между собой. Потому все узнают, что вы Мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Любовь, она заключается именно в самопожертвовании. Очень вредные качества в человеке – это саможеление. И это очень часто происходит с людьми. Мы жалеем себя. Жалеем и не думаем о других людях. Не думаем, что у другого человека есть те же самые переживания. У другого человека есть те же самые скорби и болезни. Что другой человек тоже призван Богом к вечной жизни. Нам бывает трудно, но и другому человеку тоже бывает трудно. И наша христианская вера, если не будет в ней добрых дел, то в чем тогда наша вера? Ведь вера без дел, она мертва. Поэтому мы должны утверждать нашу христианскую веру всей своей жизнью. И как говорит святитель Инатий Брещанинов, Евангелие читается жизнью. Не просто мы получили какие-то знания евангельские, знания закона Божия, но мы должны сразу, прочитав Евангелие, тут же воплощать все в жизни. Но бывает, что мы не справляемся, не можем совершенствовать и исполнить западе Божий. И это нас умеряет. И это нас приводит в правильное воззрение на себя, что мы нищие духом. И что мы нуждаемся во Христе Спасителе. Спасителе, который воскрес, спасителе, который победил грех. Спасителе, который победил смерть. Спасителе, который проложил путь в Царство Небесное. И сделал для нас с вами возможным вход в Царство Небесное. Вот этой надеждой мы с вами, братья и сестры, и живем. Надеждой на вечную жизнь. Будем с вами дорожить нашей христианской веры. Веры спасительной, истинной, Бога откровенной. Будем иметь надежду, ни в чем, никогда не отчаиваться. Вот. Наступит свое время, и когда мы услышим глаз блаженный Господа нашего, придите, благословение Отца Мого, наследуйте Царство у готового отсложения мира. Будем иметь любовь друг к другу, которая будет проявляться в терпении друг друга, неосуждении друг друга, неунижении друг друга, прощении друг друга. И даже не думать о других плохо, потому что любовь не мыслит зла. Надо научиться правильно и по-доброму думать даже. Потому что покаяние в том-то и заключается, что это есть изменение образа мыслей. Потому что каковы твои мысли, такова твоя жизнь. Если у тебя мысли недобрые, немирные, то твоя жизнь будет недоброй и немирной. А если у тебя мысли добрые, мирные, то и жизнь твоя будет доброй и мирной, и спасительной. Да. Поэтому, братья и сестры, да будет в нас вера, надежда и любовь. Христос Воскресе! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Будь всем людям твоим, и от всех этой небавы, все в даль совершенствующий жизнь, сходя к тебе из Отца света, и тебе славы и благодарения, Господи, от Своей Сына, и с Том и Духу, ныне и пристах, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, только благодать и человек в любви, всегда в ней признаем. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Будьте имя Господи, благословение на вас, и вовеки веков. Сегодня у нас сугубая Пасха. Мы, конечно, по своей скромности не ожидали, что нас посетит такое велие и радость. Но в этом, наверное, ваше святейшество проявляетесь весь вы. Вот когда вы можете, вы до последнего даете все свои последние силы, несмотря на занятость, на какие-то дела, какие-то сложные программы. Вы находите какое-то маленькое совершенно окошечко, чтобы порадовать людей. И я, в свою очередь, хочу вас благодарить, ваше святейшество. Вот в год юбилейный 25-летия возрождения нашей обители вы удостоили своим патриаршевым вниманием и наших трудников, и наших насельниц, и наше духовенство. И не забыли никого, тем самым явили такую милость для нас, и для людей это было стимулом. Потому что здесь трудятся не высокоименитые люди, а те, которые верные. Вот они приходят и в будни, и в радости, нам помогают, и в дни скорби, и в дни поста. Всегда разделяют с нами труды, такие посильные по их возможностям. Ваше святейшество, мы хотим поздравить в этот день пасхальный, но тем не менее мы вам приготовили крест Христов. Ведь Пасхи не бывает без Голгофа, без креста. И каждый несет свой крест, и вы несете свой патриарший крест, куда более тяжелейший, чем несем мы. И мы молимся и просим, чтобы крест Христов ограждал вас от всякого зла, от всякой напрасленной, от всякой клеветы, от всяких злых человек, которых вокруг много. Но я помню одни слова, которые вы сказали. Если дерево без плодов, в него никто не будет кидать камни и палки. Вот поэтому, ваше святейшество, к вам много внимания, а мы смиренно приносим молитвы, чтобы Господь вас хранил. И спала эти деспота на многое и благая лето Христос воскресе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня в первое воскресенье после Пасхи мы вспоминаем явление воскресшего Спасителя ученикам. И то, что произошло во время этого явления, и то, что вошло в историю, как событие, связанное с уверованием Фомы. Вы все знаете эту историю. В первый день воскресенья, когда Господь явился ученикам, не было Фомы, и Он не поверил. И тогда, через неделю, Спаситель снова пришел к ученикам и предложил Фоме осизать его язвы. И когда Фома сделал это, он сказал, что блажен не тот, кто видит, но кто верует. Вера является великой силой, без которой невозможно спасение. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом так. Веры недостаточно для нашего спасения. Но чтобы Бог не спас нас без нашего участия, Он требует от нас веры. И в самом деле, если бы человек спасался без своих собственных усилий, автоматически спасался, то это не было бы спасением. Каждый из нас знает, что мы считаем важным те события, в которых мы лично участвовали. Могут происходить очень важные события, но если они где-то там, на периферии нашей жизни, они не становятся частью нашей биографии. А вот если мы сами участвуем, то события, даже, может быть, не очень значимые в масштабах более больших, становятся значимыми лично для нас. Если бы человек не участвовал в деле спасения, если бы достаточным была искупительная жертва Христа Спасителя, если бы достаточным было бы снизведения Святаго Духа на апостолов и создания Церкви, то человек бы не смог спастись. Требуется соучастие людей. И в той жертве, которую Христос принес, и в тех делах, которые святые апостолы совершали, А все это и есть наше участие в жизни Церкви. Вот почему наш замечательный богослов, священно-мученик, архиепископ Иларион Троицкий, сказал удивительные слова «Вне Церкви нету спасения». И эти слова не были некой инновацией, произнесенной в 20 веке русским богословом. Эти слова укоренены в замечательных словах святаго Киприана Карфагенского, который оставил нам пламенное свидетельство о том, что для кого Церковь не мать, для того Бог не Отец. мы обретаем спасение силой благодати Божией через искупительную жертву Христа Спасителя, через Его воскресение, через сошествие святаго Духа на апостолов и движущей силой, преобразующей нас по божественному замыслу является сила благодати Божией. Она нас спасает. Но если бы это происходило автоматически, без нашего участия, то, наверное, спасение не могло бы и иметь место. потому что что означают события двухтысячелетней давности для современного человека, если он в них не верит, если они для него не существуют как реальность. Но если мы верим в Господа Воскресшего, если мы верим во все то, что Он сказал, во все те божественные письмена, которые Он оставил, если мы верим в то, что Его дело живет в Церкви, и сила Его, сила Духа Святаго изливается в мир через Церковь, то мы должны ясно понять, что именно эта сила нас спасает. И никакие человеческие заслуги спасти не могут. Но войти в это пространство спасения мы можем только, если у нас есть ключ от двери. и этим ключом является наша вера. Не она спасает, но она есть условие нашего спасения. И без нее все то, что совершил Господь ради нас и нашего спасения, не будет на нас распространяться. Вот почему сегодня проповедь о вере, обращение к современникам с призывом уверовать в Господа и Спасителя, тех, кто не верит, сохранить веру тем, кто начинает колеблеться, является самым важным посланием, которое Церковь обращает к миру. И вновь и вновь мы говорим, что спасение от Бога, но обрести это спасение мы можем через веру и через приятие божественной благодати, которая в Церкви подается людям. Мы живем в том мире, когда почти все подвергается сомнению. Даже очень часто очевидные вещи, связанные с опытом народа, с его культурой, с его традициями, подвергаются сомнениям. И знаем, как иногда эти сомнения отрывают людей и от своего народа, и от своей культуры, от своей традиции, делают их чужестранцами среди своих соплеменников. Мы знаем, что это явление существует и что оно очень опасно для жизни людей, потому что национальная традиция есть источник и средство передачи тех ценностей, которыми жил наш народ, благодаря которым он остался в истории, благодаря которым он сохранил те ценности, что способен дальше передать будущим поколениям. Мы признаем это значение традиции по отношению к истории, к народной жизни, но кальми паче мы должны признать важность пребывания в церкви и искреннюю свою веру иметь в то, что Господь распространяет на нас принесенное им спасение через нашу веру и через участие в жизни церкви. И сегодня, когда мы в свете пасхальной радости, света воскресения, вспоминаем это событие, связанное с апостолом Фомой, то, естественно, нам подумать и о своей собственной вере. Действительно ли она у нас такая сильная, что мы готовы эту веру противопоставить многим искушениям, соблазнам, трудностям жизни? Действительно ли она такая фундаментальная для нас, основополагающая, что на этой вере мы готовы строить здание своей жизни? Господь, потребовавший от нас через обращение к Фоме веры, убеждает нас в том, что вера и все последствия для человека, которые проистекают от веры, являются существенными для нашей жизни и в этом мире, и в будущем веке также. Поэтому сегодня наша молитва, как и всегда, конечно, но сегодня особенно, о том, чтобы Господь укрепил нашу веру, чтобы Он помог нам на этой вере строить фундамент нашей жизни. И тогда мы будем вместе с Господом. И тогда мы войдем в то благодатное пространство пребывания Божественной благодати, в котором и осуществляется спасение человека. и пропуском в это Божественное пространство и будет наша вера. Да поможет Господь сохранить это великое чувство, без которого нет спасения, и нет даже надежды на спасение. И пусть сегодняшнее событие помогает нам еще и еще раз осознать всю важность того, что Господь Иисус Христос сказал своему неверующему ученику апостолу Фоме. Христос воскресе! С праздником вас поздравляю! Матушка, я хотел бы преподнести для вашей обители вот этот дивный образ Пресвятой Богородицы Афонской в окружении русских афонитов, русских насельников афонских монастырей, причисленных к лику святых. По этой иконе можно изучать историю русской святости на Афоне. Но самое главное, перед этой иконой нужно молиться об укреплении нашей веры и просить Пресвятую Деву, Царицу Небесную, чтобы она и над нами простирала свой покров, как простирает она его над Святой Горой Афон. А для вас хотел бы передать вот это пасхальное яйцо. Христос воскресе! Христос воскресе! А также хотел бы, чтобы сейчас провозглашен был указ Патриарха. Указом Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 25-летием возрождения обители благословенная патриаршая грамота преподается Игумене Екатерине Чайниковой, настоятельнице креста Воздвиженского Иерусалимского Ставропедеального женского монастыря села Лукино, Домодедовского района Московской области. Акция! 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 Христос воскресе! Продолжение следует... Продолжение следует...